Сегодня Великая Среда. 20 апреля, Старый Стиль, 7 апреля, Великий Пост. Святая Церковь отмечает память преподобного Георгия Исповедника, митрополита Митиленского, преподобного Даниила Переславского, мученика Калиопия, мученика Руфина Диакона, Ателины и с ними 200 воинов, преподобного Серпиона Монаха, священномученика Аркадия Пресвитера, преподобно-мученицы Евдокии, Святитель Феофан Затворник. Горький урок от Иуды. На нынешний день приходится горькое воспоминание. Старейшины иудейские собрались в дом Каиафы и рассуждали о том, как бы схватить Господа Иисуса и предать Его смерти. В эту пору никем не прошенный приходит к ним один из двенадцати Иуда, Искариотский, говорит, «Что мне хочете дати, и аз вам предам его?» Евангелие от Матфея, 26 глава, 15 стих. Как мог решиться на такой поступок Иуда, который так близок был к Господу и так ясно видел отпечатлевающуюся на нем полноту Божества? И что особенно поразительно, во время пребывания своего с Господом он был по жизни точь в точь то же, что и все апостолы. Откуда же этот плод? Конечно, изнутри. Из души. Внутри его души зрело то, чему во все время не было никаких признаков снаружи. По обычаю врага нашего главную страсть закрывает он от сознания и даже совести грешника. И только когда рассчитывает на верную погибель человека, выпускает ее напасть на него со всею неудержимую яжестью. Можно думать, что Иуда не видел своей страсти и сам себя осознавал не худшим других апостолов. Так он носил занузу в сердце своем. Представивался случай, страсть закипела. Враг взял его, бедного, за сию страсть, отуманил его ум и совесть и повел, как невольника, сначала на злодеяние, а потом и в пагубу отчаяния. А ведь этого не было бы, если бы он Господа открыл свою страсть. Врач душ точно бы вручевал болезнь души его. То же с нами будет, если не откроем духовному Отцу свои страсти. Если же откроемся, сокрушимся, положим намерение не подаваться и попросим у Господа помощи на то, тогда верно устоим. Господь благодатью Своей в час разрешения убьет страсть. Приложи только труд небольшой, и при помощи Божьей не будешь уже более валяться в страстях.